Дэнни В общем-то, кому не сложно, добавьте его в друзья и полайкайте его тюнинги, заезды и дизайны. Ну а мы переходим к обновлению. В первую очередь в игру была добавлена новая история под названием Top Gear The Horizon Special. Историю можно найти на плотине у водохранилища Deiruin. Включает она в себя 7 глав и целых 5 наград. Футболку Я-Стик, тот самый гоночный костюм Стига, внедорожник Mercedes-Benz E350D, мать его это что трактор, и обалденный шестиколёсный Гелик. Если вы уже прошли эту историю, жду ваши впечатления в комментариях. Кроме этих трёх автомобилей были добавлены ещё 5 моделей. Chevrolet Impala Super Sport 1996 года, Ford Ranger Raptor, Jeep Wrangler Unlimited Design Deberty, Koenig-Zig CCX 2006 года и McLaren 12C Coupe. Следующее, что было добавлено в игру, это награды за получение звёздных карточек. Теперь за получение достижений можно получить 4 легендарных одёжки и 2 легендарных автомобиля. Также в игру был добавлен более тонкий выбор соперников, а также небольшие настройки для пользователей с плохим зрением. В общем-то с обновлением всё, теперь я расскажу вам о новой серии сезонов. Для прохождения всей серии сезонов на 100% вам необходимо пройти нового соперника, пройти квалификацию в ранговых гонках, а также пройти новую историю Top Gear. Ну и собственно пройти каждый недельный сезон на 100%. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете костюм пришельца, а за прохождение на 80% автомобиль Maserati MC12 Forza Edition. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Bugatti T35C, а на 80% футболку я быстрее Stiga. С испытаниями всё, теперь поговорим о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня «Непобедимый» в командном ролейном спринткроссе в Астмуре вы получаете классический гоночный шлем. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в спринте «Удэру энт Уотер» вы получаете серый гоночный костюм. За первое место в чемпионате летних игр вы получаете «Понтиак» 1973 года. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в кольцевой гонке на фестивале Horizon вы получаете автомобиль DS3 Racing. И за первое место против драйватаров уровня «Опытный» в уличной гонке «Глэн Финнанская Погоня» вы получаете автомобиль Ferrari 360 CS. С чемпионатами всё, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Храбрый новый мир». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Классические суперкары». И всё, что от вас потребуется – просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Честь и достоинство». Для его выполнения вам понадобятся заезды шоссейной серии на карте, не выделенной синим цветом. А для прохождения испытания вам необходимо победить в трёх заездах. Следующее испытание называется «По первому разряду». Для его выполнения вам понадобится «Полицейский радар» на «Римской миле». Ну а для прохождения испытания вам необходимо получить три звезды за этот радар. В отличие от предыдущего сезона, в этом радаре ничего сложного нет. Он отлично проходится на суперкаре класса S2, либо X. Последнее испытание называется «Былое великолепие». Здесь ничего сложного от вас не потребуется. Вам необходимо просто накатать 24 километра на классическом суперкаре. С испытаниями всё, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить легендарный классический гоночный костюм и легендарную эмоцию «Мастер карате». А также эпический автомобиль Ford XB Falcon GT за 575 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это автомобиль Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition за 625 очков. Ну а на этом всё, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком за старания и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий! Субтитры создавал DimaTorzok